Здравствуйте, любители L2R! Недавно я выпускал видео, связанное с тем, что нас обновили в нашей профессии. И возникли у людей много вопросов касаемо подвески под названием «Душа ремесленника». То есть, что с ней сделать, как ее правильно развивать. Ну и давайте мы в этом видео подробно разберем еще раз непосредственно саму подвеску. Значит, подвеска у вас находится вот в этом меню. Как я уже говорил, называется она «Душа ремесленника». У нее главное отличие, что помимо того, как мы раньше заносили вот эти вот камушки, мы также можем подвеску шлифовать. Давайте вначале поговорим про камни. Значит, камни у нас их 8 штук. Вот, крафтятся они у нас непосредственно, либо вы крафтите, либо вы выставляете. Но если вы ювелир, вы заходите, соответственно, в изготовление, выбираете ювелирное дело, и вот они у нас, эти камушки, пошли. Чтобы их изготавливать, вам нужно собирать материал под названием «Круглый кристалл». Чтобы его собирать, вам нужен 10 уровень сборщика. Ой, не сборщика, а шахтера. После того, как вы собрали нужный материал, вы эти камушки можете изготовить. Ну, вот видите, на изготовление тратится 2000 АП. Давайте мы сразу один камень сделаем, например. И они у нас сразу же, все камни эсерные, обратите внимание. И теперь мы открываем нашу подвеску. Вот я сделал один камень. Тут все стандартно. Мы выбираем этот камень на значение. Значит, он может зайти от 40 до 100%. Вот. И, как видите, значит, у меня вот камни позаходили, ну, разного степени процентности. Соответственно, если этот камень у меня сейчас не зайдет, сейчас я вам покажу. Ну, не зайдет больше, чем у меня уже есть. Но он не зашел. То тут вот снизу есть шкала. Значит, шкала у нас прибавляется. То есть, каждый фейл эсерного камня вам дает 2 очка. Ну, тут несложно посчитать, что для того, чтобы получить ЛРный камень, который вам даст минимум 95%, вам нужно сделать 250 фейлов. Я, естественно, выбрал вот этот камень, потому что он здесь самый интересный. У него, у этого камня, снижение критеронов ПВП. То есть, если на 95% я его в итоге заточу, то он будет 71.4% давать снижение критеронов ПВП. Вот. Так как я Ешка, суппорт, и это для меня один из самых основных параметров. Вот. Также у нас есть ЮЭрные камни. Их крафтить нельзя. Они у нас идут только за донат. Значит, есть там паки в магазинах у нас. Сейчас я вам тут примерно покажу. Так. Скорее всего, наверное, находится где-то здесь. Вот. Видите, что здесь они рандомные. Значит, ЮЭрный камень, у него, по-моему, минимальный шанс захода выше. То есть, там не 40%, а, может быть, по-моему, 75%, что-то около того. Или с 80%. Ну, суть в том, что даже если вы скупите эти паки, то так как камни рандомные, вам не особо поможет. Потому что, например, если бы они были бы на выбор, то стоит обратить внимание, что при нанесении этого камня, ЮЭрного, если вы фейлите, у вас дается вам сразу 100 очков, а не 2. То есть, фейлили, к примеру, 5 камней, получили ЛР. Мне эти камни здесь где-то уже давали. Давали, по-моему, по этому самому, как его, по одной из групповой, не групповой покупкой, там, покупка специальная, где вы затрату АП получаете, там, красную и прочую фигню. Вот, видите, здесь я его заносил, сфейлил, вот мне тут накинуло 100 очков, накинуло, где-то еще было. И вот тут еще 100 очков. Вот. То есть, основная цель на начальных этапах, вы эти камушки можете сразу себе накрафтить, ну, по одному разного вида, как я и уже в предыдущем видео упоминал, и хотя бы занести, попробовать их минимум на 80. Ну, чем больше, тем лучше, потому что это статы. Вообще, конечно, их по-хорошему нужно заносить на 85, потому что с 85%, по-моему, начинает работать как раз-таки первый стат. Вот, видите, вы на 86 зашел, и вот у меня 10,2% уже дает. Тут 94, тут уже 2 стата разблокировалось. Тут 81, а, видите, надо 85. То есть, как бы, по-хорошему, нужно эти камни все минимум на 85 загнать, но здесь, как бы, все упирается в ваше количество АП очков, потому что даже изготовление одного камня тратится 2000 АП, плюс еще надо учитывать, что вы когда собираете вот эти вот кристаллы, ну, там за сбор тоже тратится АП. Ну, если у вас с АП все в порядке, можете пробовать все камни закидывать на 85 пробовать для начала. Вот. Ну, по-хорошему, конечно, этот камень нужно пробовать до упора, до 95, но у меня просто только ресурсов нет. Дальше, значит, у нас новая система называется шлифовка самоцветов. Тут стоит обратить внимание на такую вещь, что шлифовка самоцветов, она никак не связана непосредственно с нанесением знака. То есть, у вас может этот камень быть спокойно, там, каких-нибудь, там, 10%, там, ну, 10 не бывает, там, минимум 40. При этом, как бы, шлифовка, она идет отдельно. Как она шлифуется? Значит, у нас есть кнопочка «Шлифовать», у нас есть материал, ну, у меня вот уже максимальный, но если у вас он не максимальный, то есть, вы идете до 10 уровня, вы можете закидывать вот эти вот штучки. Этот порошок, сейчас я вам покажу, где его, соответственно, брать. Ну, если вы ювелир, у вас тут все просто. Вы его просто, этот порошок, крафтите. Вот он у меня есть. Вот. Ну, просто создаете его, собираете вот этот ресурс под названием «Перлит». Нужен 11 уровень, я так понимаю, этого тоже шахтера, чтобы его собирать. Ну, и дальше вы, если вы ювелируете, сами себе его делаете, если вы не ювелир, вы выставляете. Чтобы апнуть один уровень, нужно 10 этого порошка. Ну, тут несложно посчитать, что, соответственно, до 10 уровня вы можете это все дело апать, и вам понадобится, да, получается, 100 этого порошка. Я все камни, так как я ювелир, и так как на этот порошок не так уж и много требуется АП, я все камни сделал 10 уровня. Вот вы видите это. Вот здесь статы в каждом камне, если вы нажимаете «Отшлифовать», вот они, статы идут. Ну, само собой, опять самое интересное, это верхний камень, здесь одновременно снижение игнор, тут у нас снижение игнора от редкого умения. Вот, ну, 10 уровня я это все сделал. Теперь дальше что, в принципе, можно делать? Значит, нужно учитывать, что максимальный уровень шлифовки – сотый. Чтобы его повысить, нам нужны камни превышения лимита. Камни превышения лимита у нас выглядят вот так вот. Значит, давайте мы вначале поговорим, где их брать. Значит, ну, тут на самом деле тоже все довольно-таки просто. Мы их крафтим. Сейчас я вам покажу. Так, только надо мне их найти. Вот. Нам для этого нужны кристаллы маны. Нужен 14 уровень непосредственно шахтеров, чтобы их собирать. И чтобы сделать один камень, нам нужно 5 фолиантов ювелира. Ну, где фолианты брать, я уже упоминал в предыдущем видео. Давайте повторим. Это значит, что они у нас идут с Антараса, Волокаса, могут упасть. Также у нас падают страницы, когда вы фармите Адскую Элитку. Из 10 страниц делается один фолиант. Вот. Ну, и за донат. Как я уже только что упомянул, нужно нам 5 этих фолиантов, чтобы сделать один камень. После того, как вы эти камни сделали, вот у меня один камень, например, есть уже, но я его пока заносить не буду, потому что мне нужна вот эта вот. Я хочу вот это залимитить. Сразу хочу обратить внимание, то, что лимит, ну, один камень, как бы, ну, в данном случае для этого камня нужно 2 таких камня, он повышает не на 1 уровень, а сразу на 10. Так как максимальный уровень сотый, то есть вам получается, чтобы, например, залимитить самый верхний вот этот правый камень, вам нужно, получается, 20 таких, не, не 20, 18, получается, таких камней. Вот. Вот эти все остальные, ну, кроме вот этого, здесь тоже 2, вот тут нужно по одному. Вот. Ну, я сейчас просто не буду тратить, потому что я, у меня там уже 4 есть флианта, там на подходе 5, и когда я его доделаю, я сразу вот этот лучше превышу, то есть еще будет он у меня, получается, максимальный, у него 20, я его сразу же залью, вот эти материальчики, но соберу там, и, соответственно, шлифану его на 20. И дальше, скорее всего, буду, наверное, вот этот камень в первую очередь и шлифовать, потому что я там видел скриншоты, кто-то уже выкладывал, там у нас, у кого-то уже там 40 какой-то уровень, и там уже больше 100% дает у нас непосредственно вот это вот как его статы, то есть игнора снижения, там уже больше 100% идет, то есть, конечно, здесь цель до 100% его сделать, но тут уже, опять же, будет все опираться именно в наличие флиантов, потому что параллельно мы там еще и делаем и кузнеца, там и алхимию, и прочее. Ну, я пока как бы именно сконцентрировался на именно флиантах, связанных с ювелиркой, потому что даже вот если где-то нам тут по ивентам дают книги на выбор, я беру именно ювелирки, потому что кузнеца я не беру, пробуждение, четвертый, я посмотрел, ну, не то это как бы, мне важнее лучше вот это сделать. Ну, собственно, все, что я хотел сказать, я рассказал. Если у вас остались вопросы, если вам нужны видео по другим профам, пишите в комментариях. Ну, на этом все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok